Здравствуйте! Это новости на Дану, в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Ростов-Дон разогнался, не остановить. Команда из Норвегии разгромлена с разницей в 14 мячей. Бегу и люблю, бегу и влюбляюсь. Ко дню Святого Валентина устроили забег влюбленных. Лучших работников сельского хозяйства Дона продолжают награждать. Сегодня губернатор вручил госнаграды еще шестидесяткам аграриев. Их труд стал залогом рекордного урожая, напомнил Василий Голубев. Три года подряд донские хлеборобы радуются результатам своего труда, радуют имя земляков, а также всех жителей нашей большой страны. Особая гордость – это абсолютный рекорд урожая 2016 года. Главой государства отмечены механизаторы, доярки, агрономы, руководители аграрных предприятий и главы нескольких районов. Среди наград – ордена почета и дружбы, медали ордена за заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степени. Звание – заслуженный работник сельского хозяйства. Заслуженным стал и тракторист-машинист Владимир Кунов. Агронауку начал постигать сразу после школы. И поле стало его постоянным рабочим местом. В 6 часа утра. И все пошло и поехало. Пока в каждом хозяйстве, управка и на работу. Бывает, что и до 11, и до 10 ночи. Государственным наградам представлено около 200 донских аграриев. Часть из них уже получили медали и звания. Остальных пригласят на вручение в ближайшее время. У службы 112 в Усть-Донецком районе новоселье. Система, созданная по решению губернатора, объединила диспетчеров со спасателями, что должно ускорить реакцию на вызов. За год в городах и районах области подготовили места расположения единой дежурно-диспетчерской службы. Служба 112 в Донецком районе. Оператор 823. Что случилось? 823 – это индивидуальный номер оператора. Считается, что число в чрезвычайной ситуации запомнить проще, чем сложную фамилию. На экране карта района и окно со спасательными службами. На отдельном мониторе карточка с данными заявителя. То есть у них есть уже адрес, есть данные. И всё, они выезжают. У них виден номер телефона, точно такая же карточка. Если сообщение проходит, что ДТП с пострадавшими, я, соответственно, подключаю сразу скорую помощь. Тоже они слышат наш разговор. Подключаю спасателей и ЕДДС. ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба. Она следит за процессом. Подключает, если нужно, дополнительные службы. Служба 112 принимает. ЕДДС организует помощь. Диспетчеры соединены и с другими районами. За сутки в Усть-Донецком районе поступает около 30 вызовов. Поступают обращения на авариях объектов жилищно-коммунального хозяйства. Потому что они задействуют не конкретно несколько человек, а группу лиц. То есть это может быть отключение какое-то, электроснабжение улицы. И несколько сразу людей будут звонить. Новое помещение службы 112 в здании управления по делам гражданской обороны. Здесь сделан ремонт с перепланировкой. Установлено необходимое оборудование. Теперь операторы рядом со спасателями. На ДТП автомобиль оснащен гидравлическим инструментом для излечения пострадавших. Откатные устройства и дополнительные еще устройства. Допустим, выезд на пожар. Лесопатрульный комплекс автомобиль тоже оборудован. Помпой высокого давления. Значатся ранцы огнетушителей. Приехавший с проверкой замгубернатора выделил проблемы системы 112 в Усть-Донецком районе. Не везде проложено оптоволокно. И связываться приходится по старинке через стационарный телефон. Объединение всех аварийно-диспетчерских дежурных служб не проходит на ура. У нас есть определенные трудности по прокладке оптоволокна к рабочим местам пожарных подразделений, к аварийным и газовым службам. Думаю, что все эти вопросы решаемы. Система 112 в Усть-Донецком районе заработает в штатном режиме до конца мая. Евгения Слинкина, Юрий Лешко, Дон-24, Усть-Донецк. Перебраться через реку, преодолеть препятствия и разгадать исторический кроссворд. В Ростовском парке авиаторов школьники и студенты со всей области стартовали в квест-гонке освобождения Ростова-на-Дону. Морозная погода почти как в феврале 43-го. Молодым активистам предстоит пройти пусть и не дорогами советских воинов, но тоже серьезные испытания. Мы готовились, да, наверное, около недели. Мы разбирали конкурсы, примерно представляли, смотрели, кто на что готов, кто как будет проходить. Ну, мы думаем, самое сложное это будет или стрельба, потому что там нужно лежа, все-таки грязь, такая погода, или ползать по веревкам в обвязке. Свои команды на бой выставили школьники и студенты Ростова-Новошахтинска, Новочеркасска, Каменско-Шахтинского и других городов. Выходя на старт, продумывают тактику. Главное прийти первыми, причем всем вместе. Один мальчик бежит впереди, капитан сзади, чтобы, если что, подтягивали девочек. Первый участник подходит, одевается. Здесь вы осуществляете имитацию того, что вы форсируете реку. Переходит первый участник, переходит на целевой берег. Организаторы постарались максимально разнообразить программу квеста. И заранее все карты раскрывать не стали. Так как это гонка-квест, все рассчитывали, что это будет именно в виде классического квеста. Что-то разгадать и без активности. Здесь впервые предложили именно с непосредственной активностью. Без специальной подготовки преодолеть такие препятствия оказалось непросто. Правила для девушек пришлось смягчить. Я не готова к такому. Страхуют участников студенты ДГТУ. Скользкие снаряды и неповоротливость в зимней одежде, чреваты травмами. Но еще больше неприятностей доставил командам исторический кроссворд. Отнял много времени. На гонку-квест команды потратили 3-4 часа. Победили новочеркасцы. Причем у этого города и первое, и второе места. А третье у Ростова. Виктория Щетинина, Юрий Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Вернули должок за единственное поражение в группе Кубка ЕГФ. Гонбольный Ростов-Дон уверенно разобрался с норвежским клубом Бьосен. А заодно добился лучшей разницы в 14 мячей и забросил рекордные для себя в Евро-турнире 35 голов. Норвежский Бьосен Транхейм – уникальная команда, которой дома в Норвегии удалось переиграть ростовчанок. Тот матч стал первым для наставника Ростов-Дона Фредрика Бужана. Но сейчас все иначе. Донские красавицы уже находят взаимопонимание с французским тренером и при отличной обороне превосходно действуют в атаке. Мы стартовали плохо. Месяц назад сыграли не лучшим образом в Норвегии. Но это помогло нам взглянуть реально на вещи. И мы стали работать качественнее. После того поражения наша команда изменилась в лучшую сторону. Наши девушки резко отрываются в счете, раз за разом убегая в быстрые контратаки. После первой половины игры мы впереди 28. Хотя по-прежнему в лазарете олимпийские чемпионки Бобровникова и Ильина. Но и у гостей много потери. В заявке всего 11 человек. А средний возраст не дотягивает до 22 лет. Сегодня мы встретились с очень сильной командой, которая разбежалась. И у нас с самого начала не было шансов. До этого мы играли в напряженном графике и, похоже, устали. Да и состава не хватало. Потому и сыграли не лучшим образом. Во втором тайме игровая картина на площадке не изменилась. Преимущество ростовчанок подавляющее. Разница в счете выросла еще на пару мячей. И в итоге разгром 35-21. Это наша самая крупная победа в Кубке ЕГФ. Мы исправили все свои ошибки, которые допустили в прошедшем матче с Аббиацией. Мы слушали все наставления, все советы тренера. Мы изучили слабые стороны соперника, сильные стороны соперника. Чтобы служило нам стимулом, наверное, для победы. Тот проигрыш, которым прошел с Норвечьей. Ольгу Башкирову признали лучшим игроком матча. Такой поощрительный аванс молодому игроку. Уже во вторник пройдет жеребьевка четвертьфинала Еврокубка. И Ростов-Дону могут достаться экс-команда Яна Лесли Датский-Рандерс, земляки Фредрика Бужана с белорусским названием Брест или немецкий Метцинген. Лев Клинов, Юрий Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Забег влюбленных и тех, кто готов влюбиться. Провели в Ростове ко дню Святого Валентина. Судей и победителей тут не было. Каждый получил медаль в форме сердца. Участники регистрируются и получают таблички с номерами. Зеленый цвет говорит «Я люблю и бегу». Это значит, бежит пара. А вот красный ищет вторую половинку, сигнализируя «Я бегу и влюблюсь». В прошлом году мы организовали этот забег. И две пары с красными номерами, мы заметили, что они ушли как бы после чаепития. Но, к сожалению, что было дальше, мы не знаем, потому что мы их искали, но не нашли. Надеется найти пару у Галины Шапошниченко. Они с дочкой, спортсмены опытные. Не зря девочку зовут Олимпиадой. В этот раз мама нацелена на длинную дистанцию в 10 километров, а ребенок пробежит один. И, конечно же, третий забег свой. Третий забег у Олимпиады, да. И мы хотим... Уже два было забега. Хотим обязательно влюбиться. Папу мы хотим найти? Конечно. Хотим найти папу. У нас год начался с беговых дисциплин. Первого января бежали. Бежим сегодня. На этот год вообще запланировано большое количество забегов в разных концах города, в парках, на улицах города. С перекрытием движения, без перекрытия. Поэтому Ростов бежит. Бегут и депутат Захсобрания Максим Гела с супругой Верой. История их любви началась 12 лет назад. И доказательство ее крепости трое детей. Влюбленная супружеская пара замахнулась на пятерку. Итак, на старт. Внимание! Марш! Люби, беги! Первая дистанция для новичков один километр. Некоторые не могут остановиться и бегут сразу в нескольких забегах. А самые опытные могут разогнаться до 21 километра. Я не опытный бегун, но все же хочу в дальнейшем бегать регулярно. Я бегаю, я пробежал уже 42 километра. И занимаюсь тем, что втягиваю любимую как раз в бег. Вот, хорошо. Отличная погода. Самое то для бега. Там морозы разогрелись. Всего в этот день бежали и влюблялись больше 300 человек. Олеся Сынько, Юрий Бабенко, Дон-24. Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин